Грета, Грета, привет! Старый наш зритель, ну в том смысле, что давний зритель, естественно, не старый. С Новым Годом вас, Грета, и всех остальных зрителей тоже. Иван, тоже привет! Буба Косторский, добрый вечер у нас. Аранта, Аранта, случайно попался давно, вымогатель, попрошайка, фу! Ну вот, Аранта, до свидания, я не хотел бы, чтобы вы смотрели дальше эфир попрошайки. Вот, я, мне кажется, достаточно внятно объяснил, почему, собственно говоря, это надо делать. Буба Косторский, котика заведите. А что значит котика, я не понял. Поучитесь у Геннадия Горина донат собирать. То есть, есть какой-то Геннадий Горин, который здорово собирает донат. Посмотрю, спасибо, Боб, за совет. Действительно, может быть, это поможет нам, нашей команде, кстати, в общем-то, на этом начать что-то зарабатывать. Кстати, попутно, действительно, если, друзья мои, есть какие-то люди, которые отдадут хорошие заветы, ну, может быть, не в эфире, конечно, скажем, в комментариях, а, наверное, лучше это как-то там на почту. Что у нас там почта, естественно, в аннотации все найдете. И каких-то там в чате, может быть, переписаться. Был бы очень благодарен. Мы все были бы благодарны наукам. Ну, может быть, даже кому-то денег готовы процентного выражения отдавать. Так, ну, вот Протто пишет, да, денег нет. Согласен, да, денег ни у кого нет. Значит, Дмитрий, подскажите резервный канал. Как-то нет резервного канала, Дмитрий, я не знаю, надо ли его делать. Аранта, ну, вот, Аранта, друг мой, ты уже притомил, уже так активно себя ведешь. И пойду пахать, да, на завод, как предложил Аранта. Алекс спрашивает, раньше это был рассказ морфинист, а теперь морфий. Почему морфий, вы знаете? Да, ну, как бы морфий это устаревшая форма, значит, соответственно. Сегодня называется морфин. На самом деле, не знаю, по-моему, он с самого начала, если про рассказ, то он с самого начала морфий назывался. Ну, наверное, не так важно. Главное, что, в принципе, там написано примерно действительно то, что происходило с Булгаковым. Вот, происходило с ним ужасное. Так, Ксешний спрашивает, кто делал анализ текстов Булгакова? Многие люди делали огромное количество, ну, например, я в том числе. Вот я через неделю, 21 января, я вам об этом тоже чуть-чуть расскажу новенького. Так, Алекс пишет, мучился человек? Да, да, мучился, болел. Ну, его очень жалко, конечно, безусловно, жалко. Я абсолютно неприемлемый, конечно, наркотики. Я, например, к этому достаточно жестко отношусь, неприемлемый. В то же время, ну, как бы мне его и жалко, и не жалко. Ну, собственно говоря, в какой-то момент действительно понятно, что человек уже неволен над своей судьбой, и он, в общем-то, уже только жалости достоин. Вот. Мыслитель пишет, нефропатия представляет собой поражение клубочка. Ну, это да, это все уже не так важно. Калибри. Здравствуйте. Я думаю, сейчас многие известны пользуясь таким способом, умереть в кавычках. Ну, да, многие, многие, да. Ну, помните, например, тот же Александр Первый, да, считается, что он ушел там в виде этого старца. На самом деле, еще жил там лет 20 или 30. Пососедствовал со своими врагами декабристами, кстати. Марина пишет, Марина пел, тыльф и Петров украли рукопись, у Булгакова присвоили. Ну, вы знаете, Марина, я, честно сказать, подробно тоже читал эти тексты все, и я не согласен. Я бы, например, сказал, что, ну, с одной стороны, учитывая то, что я сегодня сказал, морфинистские вот эти штучки, кокаинистские, болгаковские, он бы такую вещь длинную не осилил бы, понимаете? То есть, как бы, не, ну, не хватило бы энергии душевной. Вот. А потом, все же, они хоть и в одном стиле более-менее сделаны, это разные вещи, они текстологически, символически даже разные. Там вообще другой юмор, с моей точки зрения. Вот. Это очень-то... Ну, я уже про это говорил, я считаю, что Ильф и Петров намного сильнее, как авторы, безусловно, Булгакова. Вот. У них есть перекрестия какие-то. Но это перекрестия, знаете, как вот говорила Чудакова Мретта в отношении творчества Булгакова, она говорила, что весь роман она считает, особенно его последние, там, две трети, мастера Маргариты, написано на технике, скорее. Не на душе, а на технике. Так вот, я согласен. То есть, это действительно очень легко технически воспроизводится. То есть, например, тексты Ильфа и Петрова, вот этот юмор какой-то, вот, знаете, глубинный, его воспроизвести на технике нельзя. Это как озарение, вот эта шутка приходит, юмора, да? А все Булгаковское легко на технике делать. Все это муть про Иешуа, все это чушь про бал сатаны, просто какой-то, вот, действительно, ну, такой вялый, ну, блеклый, я бы сказал, ну, вторичный текст, понимаете? Там ничего оригинального нет. Я в следующий раз вам даже приведу аналоги на эту тему, понимаете? Поэтому никто ничего не украл, с моей точки зрения. Писали разные люди. Елена, привет, да, значит, и Евгений Шилов, тоже добрый вечер. Значит, ну, про Розу Мира, Евгений, не буду говорить ничего, не тема это. Ну, вот у нас три денег нет. Так, врачи лечить не могут. Так, я просто пытаюсь найти поинтереснее вопросы, друзья мои. А вот Иван Увера пишет, и калибри тоже, 205 на 120, это очень высокое давление, выше 140, гипертония. Ну, да, да. Они сегодня пишут, пиявки к соскам, хорошая инициация для масонов. Это воспоминания о моих эфирах. Ну, кстати, друзья мои, я хотел бы вас спросить, может, там, киньте пару мнений, пока я отвечаю на вопросы. Значит, ну, у меня весь эфир убит, предыдущий, да, то есть мы выложим, есть запись, нашли запись, потому что мы параллельно писали на камеру, того эфира, который забанен. Ну, вот это касалось, закончилось на Башилове, то есть это закончилось про упоротых джимасонов, вот этих истребителей джимасонов, закончилось на Великой Отечественной войне, а потом у меня, вот я хотел еще отдельный день посвятить эфир теме всех современных вот этих истребителей, это начиная с Емельянова и кончая вот там Платоновым, Воробьевским, вот этими всеми друзьями. Я на них накопал кучу интересных всяких моментов, но они общие, конечно, бессловно, при желании можно и самим поискать, но просто объединить этой темой и закончить вообще масонство как таковым, потому что, ну, как мне кажется, такая жирная клякса должна быть, вот я поэтому хотел бы, конечно, закончить, прошу вашего мнения, надо ли это делать или так это, или и бросить. Жалко материал, я все же, может быть, какой-то день там, ну, может, через месяц там посвятил это на этому моменту. Алексей, да, начал, посмотрите, там, надеюсь, нас не оборвут, вот. Так, Вячеслав, спасибо за благодарность, Вячеслав удобный. Так, стрим идет нормально, пишет мыслитель, хорошо. Так, его, так, наркоту ему женушка доставала, пишет, спрашивает Анисия. Ну, вы знаете, да, она ему, я уже говорил сегодня, она ему бегала по аптекам, он выписывал рецепты, вот, причем, как бы, у него была печать, он выписывал, она по разным аптекам, потому что это было уже некорректно. Мало того, я напомню эпизод, значит, как, тоже, по-моему, уже говорил, не помню точно, в него был уже перед смертью, буквально, был доктор Захаров такой, он, как бы, был приписан к поликлинике Наркомздрава несколько лет, и вот этот доктор Захаров ему практически вот несколько лет, нам лет 5-7 выписывал огромное количество разных анальгетических препаратов, ну, то есть, это анальгин, это там, папавирин, какой-нибудь, ну, кодеин, главная вещь это была, кодеин, потому что кодеин содержит, как я уже говорил, примерно 10% морфина. Так вот, если его было просто по рецепту окучивать в аптеке, то это, конечно, любой аптекой скажет, алло, не дело, нет, то есть, настучит куда надо. И вот этот Захаров, профессор поликлиники Наркомздрава, учил Елену Сергеевну заметать следы, представляете, то есть, он ей говорил, значит, вы едите с этим рецептом туда-то, в такую-то аптеку, с этим туда-то, и, в общем-то, через день так вот ходите, типа того, потому что этот Булгаков Миша, то есть, он просто вот горстями съедал все, что выписывали. Так что, ну, будем считать, да, что жены им поставляли. Вот кто-то прислал, друзья мои, 400 рублей, ура, благодарю, не написано кто, но, тем не менее, вы очень большое доставляете приятствие такими поступками, друзья мои. Суевиво пишет, вы от Гринин бездарность, чтобы судить Булгаков М, и кому-то вы продали, продались. Ну, вот, Сой, я не бездарность, я даже так это спокойно, смело вам скажу, что я считаю, что я вполне талантливый человек, много чего знаю, и по делу в жизни, то есть, есть интересные результаты в моей жизни. Не знаю, как Сой у вас с этим, но у меня все в порядке, это раз, а потом, ну, потом, зачем мне повторять, условно говоря, поступки Булгакова, я сам по себе, уверяю вас, что это тоже хорошо. Так, Тамара, давление 205, Казакова Тамара, 205 на 120, смертельно. Понятно, да, ну, вот, ну, у него, кстати, да, вот, как вы Тамаре пишите, глаза у него действительно временно отказывали, и большой упор, но из-за этого ему и стали, я так понимаю, мерить давление. Ну, понятно, что, в принципе, человек столько лет сидит на наркотиках, понятно, что какой-то должен начаться процесс неостановимый. Ничего хорошего это никому не приносит никогда. Тяжелые наркотики, тем более. Ассасин, здрасте, ну, сейчас его используют в медицине, потребителей много, как говорил мой тренер, лучший кайф, это трезвый кайф. Вот с вами ассасин полностью согласен, да. Лучший кайф это по-трезвому. Ну, например, да, то есть, вот каждый из нас, наверное, в жизни занимался сексом по пьянке и по-трезвому. Ну, вот я, например, тоже, да. Ну, я бы сказал, что это разные вещи, то есть, это вообще как небо и земля. То есть, никакого сравнения с пьяной, какой-то вот этой безобразием, нормальный секс, красивый, не может. Ну, так же, как и жизнь, наверное, согласитесь. Так, Роман Пушкин. Не путайте героин и морфин. Тот немецкий героин, это сегодняшний кокаин, бодрячий. Нет, нет, Роман, вы тоже путаете. Значит, он, конечно, был героином, формула у него была героиновая. Она у меня где-то тут крутится, эта формула. Ну, крутилась на этом, на картинках была формула. Но это, конечно, разные формулы. Вот, и вообще действия разные. Но у них есть сходные, Роман, вещества. Я, потому что, ну, как бы, внимательно тему разобрал. Значит, они поначалу, когда особенно человек начинает употреблять эти вещества, ну, как бы, не такой большой стаж у него, употребление героина или кокаина, то они все без исключения приводят вот к этому супер эйфорическому эффекту. Ну, типа, как взрыв какой-то в мозгу, да. То есть, мы это в кино с вами голливудском частенько видим. И мы не там, как бы, затянутся по нюшке своей дорожку. И такой, опа, и как такой, как чужой такой сразу по стенкам начал прыгать, по потолку скакать. То есть, ну, действительно так. Вот. А чистый героин, у него примерно такой же эйфорический эффект был. Во много раз сильнее морфина. Соответственно, просто сейчас чистого героина практически не производят. Его только в исследовательских целях производят. Поэтому, если вы, Роман, пробовали, условно говоря, современный героин, то вы его, скорее всего, пробовали, ну, вот в этой, вот, в коммерческом виде. Не могли вы пробовать его медицински чистый, как спирт, условно. А вы пробовали его в разведенке. Какие-нибудь цыгане, которые барыжат этим, они, безусловно, вам намешают туда. КДИ на того же намешают. Намешают порошка стирального какого-нибудь. Или там чего они намешают. Зубного порошка, понимаете. Ну, в лучшем случае, сахара, понимаете. Почти для всех. Остальное все, конечно, все вообще грязнит этот героин. Отсюда, конечно, то вы путаете как раз вот эти свойства. Изначально, еще раз повторяю, у них был одинаковый эффект. У героина с морфином. А в сумме они дают совершенно другой эффект. Джейс Белуш пока не умер. Ну, да, нет, подождите. Умер Джон, по-моему. Да, Джон был этот... Как его? Спитбольщик-то был Джон, по-моему. Забыл я немножко. Ну, не так важно, друзья мои. Жалко обоих. Второй мне очень нравится. Значит, ну, в К9, по-моему, играл. Самый любимый эфир в какое-то время был. Константин Мих. Врачи в большинстве стран имеют самую низкую положительность жизни. США у них самая низкая. 55. Ну, возможно, да. Особенно, наверное, инфекционники. Хотя, я вам так скажу, друзья мои, на самом деле это странно. Но, как бы, вот у меня моя тетка, родная. Ей в этом прошлом году, в декабре, исполнилось ровно 80 лет. Вот, она академик медицины, причем она академик по самым зловещим и злодейским этим болезням. Значит, это ящер, сибирская язва. Вот это все она исследовала с окончания института медицинского. Она академик, профессор и, например, она была тем, кто поставил всю вот эту вот эпидемиологическую медицину в Монголии. Очень заслуженный человек. Гениальная совершенно женщина. То есть, до сих пор в блестящем, обострейшем уме находится. То есть, Бог ее миловал. Я просто к тому, что, в общем-то, как всегда, исключение из правил есть. Даже в таком сыром. Она рассказывала такие вещи ужасные. Что она только не повидала, каких только она эпидемии болезней лично не сталкивалась. Но, во всяком случае, я ее не спрашивал. Конечно, стала бы она отсасывать дифтеритную пленку у любого больного. Или бы все же сделала бы трахеотомию стандартную. А трахеотомия, если помните, я вам говорил, стальное горло. Просто разрезал горло и воткнул туда, условно говоря, трубочку, соломинку. И воздух пошел. Не надо ничего отсасывать, Бал. Зарецкий пишет, обожаю ваш канал. Лучше этот Хрусталев. Не понял, зачем с Алексеем Хрусталевым меня спросили. А за похвалу большое спасибо. Зарецкий. Дмитрий Душин. После Булгакова какую тему будете раскрывать? Просто, извините, мне этот дядька не интересен. История алкоголиков и наркоманов одинаковая. И навидался живу в России. Дмитрий, значит, ну, я как бы про алкоголизм и наркоманию больше не буду рассказывать. Вот сегодня закончили на этом. Я расскажу про мастера Маргарита в следующий раз. Потому, что там есть находки новые. Ну, наверное, просто сразу как бы продолжить закрыть эту тему. Ну, по планам, ну, вот я уже говорил. Да, я бы, наверное, все же еще бы закончил бы с масонами разбираться. Ну, вот эти как бы упоротые, они не наркоманы, но такие слишком агрессивные представители русского мира. Начиная вот с Емельянова и вот кончая всеми этими бегуновыми и всякими там воровьевскими. Хотел бы о них поговорить. Потом у меня в задумке было продолжение религиозной темы. Раз уж это религия масонства, да, мы с вами определяем. Я, ну, почему-то думал попробовать об Индии поговорить там один-два эфира. У меня есть интересные рассказы. Из своего личного опыта, значит, я как бы был в разных сектах вот этих индийских. И, в общем-то, могу поделиться такими внутренней информацией. Она любопытная. Много секса, каких-то таких прикольных моментов. Вот, постараюсь покороче, друзья мои, потому что опять мы сегодня с вами уже говорим 3 часа почти. Сейчас мы на вопросы с вами договорим и, соответственно, закончим. Грета, друзья, вы сами какие бы темы хотели разобрать с Александром Геем? Грета, спасибо, да, вы в пандам мне прям это вот и Дмитрию ответили. Рад, что вы мне помогаете. Я как бы с удовольствием принимаю любую помощь, особенно вашу. Анисимова Маяковского можно потрепать. Понимаете, друзья мои, и Грета, и госпожа Анисимова, у меня нет задачи потрепать кого-то. Ну, задача найти что-то интересное и о чем-то поболтать. Смотрите, я так пришел вот за наши 8 эфиров предыдущие, да, к выводу, что многим людям просто интересно высказаться. Многим интересно какие-то вопросы задать, которые не хочется искать в сети. Не потому, что там лень, ну, времени не хватает. Поэтому проще действительно собраться нам вместе и поболтать о чем-то интересном. Ну, вот я как бы хотел бы, конечно, сделать так, чтобы, ну, вы задавали вопросы в тему, да. Я потому что к всем подготовился, я про нее все знаю. Я легко сходу отвечу. Иногда бывают вопросы, может, которые в тупик могут поставить. Или там не точно что-то расскажешь, чуть наврешь по памяти. Поэтому, ну, наверное, лучше в тему. Но, с другой стороны, давайте обо всем болтать. Вот. Маяковский, да, ну, послушайте, я про Маяковского толком как бы ничего не знаю такого, что можно было бы зацепиться. Также говорили про Лермонтова, да, давайте мы потрепим Лермонтова, Достоевского. Ну, я как бы, с другой стороны, я даже что-то не припомню, что там можно такое зацепиться. Ну, был, наверное, какой-то человек, да, который жил хорошо, совершал хорошие, плохие поступки. И нету, как бы сказать, нету того, что я бы вот назвал конспирологией. Понимаете? Значит, просто рассуждать о Маяковском, мне это совершенно безинтересно. Обожаю его стихи. Но не будем же мы с вами стихи читать, правильно? Их можно так почитать. А стихи мне очень нравятся о Маяковском. Так. Поэтому предлагайте темы. И, может быть, из этих, скажем, из 10 предложений мы кристаллизуем с вами что-то такое, что... Вот могу сказать, кстати, да, что мне, опять же, в рамках ваших вот этих пробросов, мне понравилась идея про вакцинацию. Меня, наверное, заинтересовало. Почему? Потому что, я говорю, у меня дочь 10 лет. И я ее, как бы, вот там, естественно, за ней присматриваю. Не хотел бы, чтобы она, не дай будет, так вытеку, как говорится, заболела чем-то. Вот, мы ее вакцинировали. И я этим счастлив, на самом деле. Но, оказывается, есть другой мир. И вот этот мир мне стал интересен. Давайте эту тему, может быть, тоже поставим в план. И я к ней поподготовлюсь, как-то постараюсь поинтересней. Не, по неожиданней. И я думаю, что будет тоже... Есть о чем поспорить. Покричать в эфире. Вот. Думаю, что... Ну, уже заранее ясно, что разные мнения. Грета Елену Бловацкую предлагает рассмотреть под микроскопом. Ну, может быть, да. Кстати, может быть. Тоже фигура интересная. Она вот на этой вот удивительной грани между масонством и, скажем, эзотерикой. Да, если помните, я уже про нее говорил, что тот же Пайк, например, ей предлагал диплом мастера масона. Значит, ну, она от него с презрением так отказалась. Отбросила рукой. Говорит, что вы, масоны, за дураки такие. Какие-то идиоты в фартуках. Вот я, типа, человек. И все наше учение. Это научение будущего человечества. А вы все дураки устаревшие. Ну, может быть, интересно было бы ее поподробнее рассмотреть. Или Грета тоже предлагает Герман Винта на Нербе. Ну, вы знаете, Грета, я бы сказал, что Вирт давным-давно разобран Александром Дугином. Вот. Стоит ли его так еще раз трепать? Нет у него никакой конспирологии. Так же, как, с моей точки зрения, его на Нербе. Эта тема, она настолько изжита и избита и обскусана всеми вот этими как раз истребителями жидомасонов. Они теперь, любой фашистский вот этот идиотизм, какое-то там скакание по Тибету, по каким-нибудь крымским развалинам, по Кольскому полуострову. Любое слово на Нербе приводит этих упоротых в экстаз. Они кричат, что я так же хочу, за этим что-то скрывается, в этом что-то есть. И надо все это изучать. Нет там ничего, друзья мои. Грета, милая, там, поверьте, ну, есть обычная фигня. То есть, люди на этом, с одной стороны, бабки зарабатывали приличные, отмывали хорошие бабки. Ну, а те, кто реально упоротые со сдвинутой психикой, они так ни на чем и, собственно говоря, не остановились. И ничего, это никак не помогло. Но, если мы с вами помним реальную историю, то ни один этот Ананербовец никаким образом не унес на небо или там на другую планету, в Антарктиду, никого он из этих гитлеровцев не унес. Так что, ну, что их рассматривать? Ну, это какой-то просто надуманный, собственно, дискурс, так же, как, с моей точки зрения, и с Балавадской. Ну, может быть, что-то попадется, может быть, как-нибудь еще и посмотрим на эту тему. Круз пишет, Морфий да не видать, а точно писал про себя рассказ. Я не стал про это говорить. Значит, у него, на самом деле, у нашего Булгакова есть такая история, что у него перед тем, как написан был рассказ Морфий, у него была написана вещица, которая не напечатана. Он назывался Недуг. И вот этот Недуг, судя по всему, текста и у этого Недуга нет. Вот. Он, как бы, считается сожжен самим писателем. Этот странный писатель сжигал все, что ни попадя. Ну, как вы помните, он и Мастера Маргарита там первые несколько раз сжигал. Ну, говорят, что один раз. На самом деле, там есть варианты, что и два, и три раза все практически закончены. Там, правда, с другими названиями были, но тематически это были Мастера Маргарита. Так вот, он это все сжигал. Этот Недуг тоже был сожжен. Там была история такая, что вот он как раз очень честно в этом Недуге писал свои наркоманские истории. Причем, судя по всему, он написал там как раз, когда начал конкретно себя колоть. И вот там, похоже, как бы намеки на текстовую эту часть. Эта вот сестрица его там, она хранила этот Недуг у себя. Вот он писал там своим друзьям. Помнишь, у тебя лежит текст, это еще в 20-е годы. Он писал какому-то своему другу молодости. Значит, я тебе давал на сохранение свои черновики. Пожалуйста, не выбрасывай их. Особенно обрати внимание, сохрани текст Недуг. Я по нему хочу написать большой роман. Вот, поэтому Недуг, судя по всему, был очень важен. Там, наверное, все было по-честному расписано, как он стал этим наркоманом. Ну, а Морфи это уже усеченная такая, урезанная часть. Такая гламурная, которую потом, судя по всему, как раз Елена Сергеевна Булгакова создала уже для публики. Уже возле военные годы, конечно. Груз, да, и Маяковскую, и Блаватскую можно было бы. Ну, вот, друзья, я ответил. Посмотрим. Так, странно. Зачем наркоману нужны были последующие жены после Тасия? Вы же таким людям, кроме Доз, ничего не надо. Ну, видите, она, кстати, как мы потом с вами посмотрим, действительно, она вообще, конечно, такая легендарная все же женщина, уникальная. Впрочем, как все жены, с моей точки зрения, вот, литераторов, художников, они все немножко ненормальные, и все такие вот, ну, наверное, это любовь, можно сказать. Она немножко болезненная, конечно, патологическая любовь, потому что, если помните, да, там, как вот он, она говорит, он меня звал, она, как бы, после смерти уже, там, через месяц-через два после смерти Булгакова появилась в Москве, жила в Сибири, появилась в Москве и выяснил, что он умер. Сестра, это Лёля, говорит, я, ну, то есть он тебя звал, я бы пришла бы, не смотря на что, а он ее очень грубо, ну, буквально кинул. Потом мы это с вами побольше рассмотрим, потому что я возмущен, на самом деле, этим Булгаком просто свинья. Так, про жизнь, мысли, творчество, ну, вот я все, что мог, написал. Так, значит, у нас же не литераторовическая какая-то кружок, да, мы с вами, друзья мои, рассматриваем какой-то частный эпизод. Сегодня этот эпизод называется «Наркомания и болезни Булгакова», а вовсе не про творчество. Значит, Николай Мигунов. «Наркомания – тяжелейшая болезнь, величайший Булгаков, но не бред колется и больше и спрыгивает. Если бы ты увлекался не девушками, а наркотиками, тогда бы ты был в теме». Ну, дай бог, да, может быть. Я думаю, что девушками увлекаться лучше, Николай, чем наркотиками. Вам тоже советую, если вы этим наркотиками только увлекаетесь. Александр Воронцов отвечает «Нет, секс лучше, чем наркотики». Александр, согласен. Булгакова, говорит, он занимался черной магией. Как-то об этом я не слышал, честно говоря. Я слышал такую же историю и про то, что он масон был. Ну, вот у меня там есть товарищ, Андрей Дорошенко, который проект Булгаков, один из фильмов в этом проекте, соответственно, был тоже про масонство Булгаков. Он убежден, что Булгаков был масон высокого градуса, 33-го, там что-то такое. Ну, никаких, конечно, данных про это нет, и никаких доказательств этому нет, безусловно. В романе, безусловно, огромное значение и огромное, как бы, вот эти, как бы, расставленные метки масонские, все это, безусловно, видно. И огромное количество событий масонских, да. Все это не буду вам пересказать, все это видно вот на видео, посмотрите, любопытно кому будет. Вот. А сам он масоном, с моей точки зрения, не был только лишь даже, хотя бы потому, что был наркоманом. А масоны этого не терпят. Ну, плюс ко всему, простейшая вещь, масонства вообще в России не было. Вот. А то, что он написал это в романе, масонские символы с утра до вечера, там склонял, намекал. Ну, как бы, знаете, я напомню, что в то время это было модно. Он мог состоять в этой, скажем, какой-нибудь ложе в Киеве, да, там во время революции, до революции. То есть, об этом нет данных. Ну, он мог это сделать. Отец у него, если помните, да, там все считается, что типа Михаил Булгаков, Афанасий Булгаков, отец Михаила, был крупным масоном и знатоком масонства в России. Ну, на самом деле, тоже ошибка. Никаким масоном он не был, быть не мог, потому что он был религиозным деятелем, очень сильным таким религиозным правоведом, выступал третейским судьей во всех религиозных спорах европейской России, состоял там в палате соответствующей. Ну, вообще был таким богословом, таким последователем Ватиха Мирова, я вот так вот сказал бы. Вот, таким упоротым, как раз истребителем жидомасонов. И, в общем-то, даже не удивился бы, если бы потом когда-нибудь выяснилось, что он приложил руку к созданию вот этих протоколов сионских мадрецов, потому что у него как раз есть один всего лишь текст, небольшая работа на несколько страниц о масонстве в России современной. Это примерно 905 год, там, 903-905 год. И там, в этом тексте, все как положено, то есть, прям чистые протоколы, значит, евреи захватывают власть мира над миром, а масоны, соответственно, им подыгрывают и являются исполнителями в гойском мире. Ну, вот это вот отец Булгакова, так что не был он тоже никаким был масоном. А Булгаков знал о масонстве многое, судя по, конечно, тексту. И я думаю, что его последители, те, которые заканчивали роман, тоже знали многое. Но это несложно. На самом деле, почитать литературу масонскую только ленивый не может, и набраться оттуда вот этой всей чепухи. Эдвард пишет, руки-ножницы, в Москве Кейн был дешевле хлеба. Да, совершенно верно. Значит, Александру Макееву вам тоже самого хорошего всего. Иван Увера пишет, романы и пьесы Булгакова выменивал за наркоту, как драгдилер. Ну, я так понимаю, что это шутка юмора? Нет, конечно. Он, в принципе, неплохо зарабатывал. Но я, например, могу упомянуть такой момент, значит, что Булгакову от Союза писателей дали, приезжал Фадеев, он уже болел, это 39-й год, ну, условно, октябрь, приезжал Фадеев, как председатель вот этот над всеми литераторами России Советского Союза, и выписали ему от Союза писателей премию 5000 рублей, друзья мои. Ну, вот что такое 5000 рублей? Можете себе представить, если, например, ну, хороший обед в хорошем ресторане стоил 5 рублей. То есть он таких тысяч обедов мог сделать. Это огромная сумма была по тем временам. Вот ему выдали эту сумму на, как бы, ну, в знак, признания за прошлые заслуги, за, ну, не знаю, не каждому, согласитесь, писателю в то время давали такие суммы в знак непонятно чего, потому что, ну, в общем-то, если так разобраться, ну, по-честному, вот, смотри, 39-й год, чувак уже примерно 12 лет, как бы, считается, отстранен от вообще всяких, от всякого признания. Его ни одной книги нет. То есть последняя книга была издана, по-моему, в 26-м году. Я уже говорил, три книги всего было. И, соответственно, все три – это короткие рассказы, смешные в основном, да, а крупных произведений нет. Все, что написано, все в столе, арестовано, сожжено. Он пишет, ну, тексты для театра. То есть, например, пытался поставить «Жизнь господина Мольера», как там она называется, «Каббала Святош», что ли? Не поставили. Все убирают, все… То есть, за что давать пять тысяч вообще не бьют? Как он мог быть признан великим современником, великим современным литератором и писателем в союзе писателя? Для меня это загадка, честно говоря. Чем уж он так знаменит вот за эти годы? Да ничем. Вот, понимаете, ни одного текста такого знатного нет. И знать их никто не может. Почему? Потому что, если он писал что-то, то есть, он раз и все это дело закрывалось ну, как бы по цензурным соображениям. Не то, что он там, например, мог читать это где-то в кружках. Да, он под простыней, наверное, жене мог читать, а вообще-то это нигде он зачитывать не мог. Это же меняют в Советской России. Попробуй, рот раскрою, моментом без языка останешься. Так что, пять тысяч загадка. Поэтому, я и предположил, что он как раз драгдилер. Вот это мой вам ответ. Дорогой Иван. Ну, возможно, что он, конечно, скорее всего, гиперполизированный. Пресли от спидбола умер, возможно, не знаю, говорит Эдвард. Так, Александр, любой шаг к истине благо. Андрей Печенкин, благодарю, Андрей. Значит, Алекс Кудасов, повторите рецепт на медицинской комиссии, а то провал в эфире. Алекс, какой вы хитрый. Давайте так сделаем. Не буду я повторять, потому что, ну, как бы, я уже все сказал. Посмотреть, пожалуйста, запись. Она будет. Мы порежем тоже эту запись на кусочки, и потом, соответственно, можно будет кусками посмотреть. Тематические. Наталья Доброхотова, Мэри Поппинс, до свидания, такая же похожая муть, говорит. Я что-то не читал Мэри Поппинсу, как-то, знаете, не по возрасту мне читать Мэри Поппинс. Грета, про масонов хотелось бы слышать в завершение темы, будем благодарны. Ну, Грета, ваше мнение для меня важно, поэтому будем считать, что договорились, я потом, наверное, закончу. Ну, и мне самому, честно говоря, хотелось бы, потому что жалко собранного материала. Вот, микрофон поближе, да. Иван Иванов, 400 рублей, вас благодарю, Иван. Они, всем уважаемые, интересно, кто борется с масонами в наше время, я знаю только, что иезуиты и враги. Да, ну, все это у меня было в эфирах. Дорогая, я думаю, что посмотрите, пожалуйста, там все, значит, четко. Так, интересные версии, говорит Иван Иванов. Да, спасибо Иванову и за перевод, и за теплые слова. Ширина к року. Морфин намного лучше героина. Ну, честно говоря, я не знаю, я не пробовал ни то, ни то, поэтому не с чем сравнить. Но, на самом деле, говорят, что все же героин лучше, в том смысле, что он чище по воздействию на соматику, в дальнем смысле, с дальним прицелом. морфин грязнее. Так, Николай Черножуков, белый, белый, черный, простили черное за продажу белого. Спецдилером, я думаю, он не был, но приторговал для экономии. Иосиф знал все. Ну, да, хороший, вот, вот, кратко, Николай Черножуков сказал, кратко, но сочно. Верно, да, скорее всего, знаете, как всякий упоротый наркоман, он обязательно приторговывает, да, то есть, может быть, он, конечно, не оптовик был такой, знаете, как бы действительно, я и не говорю, что он оптовик, я думаю, что, ну, например, вот эти странные поездки в Саратов во время войны, революции, да, совершенно ненужные какие-то, то есть, человек, например, уезжает в декабре, помните, 17-го, возвращается в феврале, 18-го, кругом война, разброд, шатание, люди вообще опасно, просто опасно, какие-то банды бегают, поезда останавливают, а чувак ездит в Саратов, зачем, вообще непонятно, вполне можно, ну, можно же допустить, что у него был крупный груз, несколько там килограмм, например, героина, или там морфина, да, то есть, вполне же можно, то есть, поехал в Саратов, на Волге, он там организовал большую оптовую точку, и пока не раздал за два месяца, ну, вот, не уезжал, потом уехал, вариант, чем не вариант, значит, поэтому, конечно, скорее всего, не торговал профессионально, а потом уже, когда уже занялся, действительно, реально, литературой, это уже, ну, были просто случайные, какие-то там, поставки друзьям, ну, его за это все знали, не любили, как мы выяснили, да, с вами, все критики, все его литературные соседи, его не любили, но держали, ну, как бы рядом, потому что он был нужен, имел хорошие связи, Анисимон спрашивает, расскажите про связь трех религий, буддизма, ислама, христианства, ну, вы знаете, неплохая идея, давайте ее запишем, да, может быть, связь, интересно проследить, согласен, так, Ака спрашивает, у меня комментирует просьба, обычно смотрю вечером, у вас очень громкая музыка, в начале ролика, если можно свести громкость, вы знаете, это ролик с ютуба, просто, как бы подается, в наш эфир, просто, именно с ютуба, я даже не знаю, как его уменьшить, честно скажу, но ваш, ваши печали, я понял, я попрошу своих друзей, может они что-то подумают, да, сведем, попытаемся на одинаковый уровень, Маргарита Устеменко, смотрела ваши беседы с Андреем Степаненком, о гонениях евреев, это было не всегда, эти гонения связаны с масонством, хотелось бы тему с масонством продолжить, Маргарита, ну вот, да, я благодарен, второе мнение, закончим, про, про масонов, и я напомню, что есть, естественно, есть, большой блок, про масонство, вы смотрите, у меня есть, соответственно, плейлист, называется, открытый разговор на закрытые темы, ну и там, в этом плейлисте, есть именно масонская веточка, три, по-моему, эфира, будет четвертый тогда, так, и Юра Залевский спрашивает, здравствуйте, что вы можете сказать, о тот гермес, стресс-мегисты, ну, сейчас не буду я на тему отвлекаться, друзья, мы действительно, почитайте, яйца того же, согласен, и по бетону, и в Египте тоже, давайте, не сегодня, я, как говорил, я пишу, достаточно объемный текст, про египетские великие пирамиды, там как раз бетону будет отдельная глава посвящена, ну, достаточно такая уже избитая тема, но я там кое-что нашел просто, как всегда, поэтому, вот, думаю, что тоже вас как-нибудь порадую, но это не быстро, не скоро произойдет, я надеюсь, что сегодня мы, кстати, с вами поставили рекорд краткости, три часа эфира, и я даже, в общем-то, еще надеюсь, что не все заснули, друзья мои, смотрите эфиры, и смотрите нарезки этих наших эфиров, благодарю за тех, кто додержался до конца, и напоминаю о донатах, напоминаю о том, что через неделю, во вторник, 21 января, будет и в следующий эфир, 8 вечера по Москве, этот эфир тоже будет посвящен, Михаилу Булгакову, и его, как бы, фейковому, липовому авторству, в романе мастера Маргариты, ну, может быть, немножко еще про собачье сердце, скажу, ну, большая часть, конечно, будет посвящена мастеру и Маргарите, вот так, пока, пишите, кстати говоря, письма, под роликами, вернее, комментарии, и, соответственно, я на них буду отвечать, убит, Продолжение следует...